Привет, джумловоды! На связи Фёдор Васильев. В этом видеообзоре я хочу вам показать бесплатный системный плагин для джумла, с помощью которого вы сможете организовать на своём сайте короткие, красивые URL-адреса. Скажем, если у вас есть большой уровень вложенности пунктов меню, второго или третьего уровня вложенности, то ссылка получится очень длинная. С помощью же плагина вы сможете сильно её сократить и сделать её очень короткой. Давайте перейдём в админку моего тестового сайта джумла и посмотрим, как его настроить, где его скачать. Но прежде чем мы перейдём с вами к теме урока, я хочу вам напомнить. Если вам нужен сайт, и вы сомневаетесь в своих силах, или у вас нет времени, вы всегда сможете обратиться ко мне, чтобы заказать сайт. Вы можете мне написать или позвонить по контактам, которые вы видите сейчас здесь. Звонок вы можете совершить бесплатно через мессенджеры. Звоните, давайте обсудим ваш проект. А мы с вами переходим к теме данного видео. Начнём мы с вами со страницы репозитория всемирного каталога джумла, где бесплатно вы сможете скачать данный плагин. Давайте посмотрим. Сейчас мы видим с вами, что это плагин, что он подходит для джумла 3, 4 и 5 версии джумла. Все ссылки, как обычно, я оставляю в соответствующей статье на своём сайте fedorvasilev.com. Ссылка будет под видео. Плагин устанавливается, как обычно. Он у меня уже на моём демо-сайте установлен, на моей джумла 5. Давайте мы с вами перейдём к плагину, отсортируем по «Отключено». И можете кликнуть на ID, кликнуть ещё раз, чтобы недавние плагины оказались у вас на самом верху в списке здесь. Плагин системный. То есть вы также можете отсортировать по system, чтобы увидеть только системные плагины. Но прежде чем мы его с вами включим, настройок здесь не особо много, давайте мы разберём, что он даёт. У меня есть демо-данные и есть вложенные пункты меню, чтобы наглядно на это посмотреть. То есть 2-го, 3-го уровня вложенности. Если я перейду, допустим, на страницу, то в «Хлебных крошках» я вижу весь путь, и я вижу вот как раз в ссылке. Видите, вот такой вот длинный путь. То есть у меня подставляется категория макеты, дальше материалы и потом джумла 5. По сути, в самой ссылке эта информация не нужна. И ссылка может быть более красивой, более короткой. Ей также будет удобно и приятно делиться этой ссылкой в социальных сетях, если она будет короткая. Это такой ещё пример слабенький. А если у некоторых будет ещё более большая вложенность пунктов меню, и у вас будет просто нереально длинная ссылка, то для вас этот плагин просто находка. Но здесь нужно некое понятие с точки зрения SEO. Это нужно сделать, сократить ссылки. Честно говоря, из практики я не знаю, насколько это повлияет или не повлияет на SEO-оптимизацию вашего сайта, когда он уже в индексе, в выдаче поисковых систем «Яндекс» и «Гугл». Но я бы рекомендовал настройку и включение данного плагина на сайте на стадии разработки, то есть до того, как ваш сайт стал индексироваться. То есть в самом, по сути, начале. Опять же, я ещё раз уточню, я не утверждаю, потому что такой практики нет. Но будет ли это влиять на SEO или нет? Итак, сейчас наглядно вы увидите красоту ссылок. Здесь один переключатель, который просто включает короткие ссылки. Далее нам нужно плагин включить и нажать на кнопку «Сохранить». Если мы сейчас пойдём на главную страницу, опять перейдём в какую-нибудь из статей. И мы с вами можем наблюдать наш адрес сайта, а дальше у нас идёт сразу статья. То есть слэш статья. Максимальная короткая ссылка. Но не переживайте, что путь в хлебных крошках будет виден всё равно. И отсюда человек сможет попасть по хлебным крошкам во вложенные пункты, которые были здесь пропущены. То есть сама структура сохранилась. Мы сократили массово на всём сайте все ссылки, все пункты меню. Очень, я считаю, крутой и полезный плагин. И не забывайте, если вы отключите вдруг плагин, находясь на той же странице, нажмёте «Обновить страницу», все ваши страницы будут со страницей, с ошибкой «404 страницы не найдены». Потому что путь-то изменился. Поэтому с этим лучше не играть. То есть я говорю к тому, что если вы этот плагин используете, включили, то отключать, удалять его не рекомендуется. Потому что все пользователи, которые будут с поисковых систем из выдачи к вам попадать на страницы, то есть если вы его отключите или, наоборот, включите уже позже, когда ваш сайт в выдаче, то все будут попадать на эту страницу с поисковых систем. А значит, вы будете терять пользователей и, возможно, потенциальных клиентов. Поэтому здесь я особо заостряю внимание, что это нужно делать на начальном этапе разработки сайта. Надеюсь, для вас был лог интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok